Теперь мы займемся обстоятельно, ну, более-менее обстоятельно, некоторыми важными свойствами кольца целых чисел. А именно мы рассмотрим вопросы, связанные с делимостью в кольце целых чисел. Напомним основные свойства этого кольца. Во-первых, напомним, что такое разделить А на Б с остатком, где А и Б целые числа. Разделить А на Б с остатком, это значит найти такие целые числа Q и R, что А можно представить как B умножить на Q плюс R. При этом R нужно удовлетворять условием, что это неотрицательное число, которое строго меньше модуля B. Такое число Q называют частным при делении А на Б, а число R называют остатком. Итак, важно помнить про остаток две вещи, что это всегда неотрицательное число, даже если А и Б были отрицательными, и оно всегда ограничено сверху модулем числа B. Вот понятно, что делимость натуральных чисел вам знакома, а вот может быть делить именно целые числа, вы не так привыкли. Для тренировки поделите минус 10 на 4 с остатком, скажем, минус 12 на минус 5. А что у вас получится? Чему будет равно частное, чему будет равно остаток? Если так получится, что остаток равен нулю при делении А на Б, то говорят, что А делится на Б или что А кратно Б. В этом случае Б называют делителем числа А. Тот факт, что Б делит А, записывает вот так, с помощью вертикапитальной черты. Если понадобится, ну мы на самом деле не будем пользоваться этой записью, но если вдруг понадобится написать, что А делится на Б, то использует такое троеточие А делится на Б. Вот полезное упражнение. Если А1 и А2 делятся на Б, то вот такая комбинация, если взять любое число У1, и любое число У2, и построить сумму У1, А1 плюс У2, А2, то это выражение при любых У1 и У2 тоже делится на Б. Но, кстати, не вредно формулировать обратное утверждение и понять, будет ли оно верно. Ясно, что 0 делится на любое целое число. Это следует из свойства нуля. 0 является 0, равен 0, умножить на любое целое число. Есть ли число, которое делится на 0? Если да, приведите пример, а если нет, объясните, почему это не так. Следующее понятие, точнее пара понятий, которые нам будут нужны, это понятие общего делителя. Общий делитель двух целых чисел А и Б это, понятно, целое число Д, которое делит оба этих числа. Общим кратным чисел А и Б называют целое неотрицательное число, которое делится и на А, и на Б. Заметим, что в определение общего кратного мы включили условия неотрицательности. Это удобно. Наибольшим общим делителем целых чисел А и Б называют наибольший элемент относительно обычного порядка множества всех неотрицательных общих делителей чисел А и Б. А наименьший, наименьшее общее кратное чисел А и Б это наименьший элемент относительно обычного порядка множества всех неотрицательных общих кратных чисел А и Б. Вот, опять-таки, чтобы привыкнуть к этим определениям, найдите наибольший общий делитель и наименьшее общие кратное для таких пар чисел, среди которых есть отрицательное. Ну, скажем, вот в этом примере, что будет наибольшим общим делителем и что будет наименьшим общим кратным. Легко понять, что происходит, если одно из чисел равно нулю. Любого целого числа А, наибольший общий делитель этого числа и числа ноль, это просто модуля, а наименьшее общие кратное просто ноль. Обресните, почему это так. А теперь обсудим, как искать наибольший общий делитель для произвольных чисел. Заметим, что он всегда существует. Ну, какой-то общий делитель существует. Например, на единицу делятся все числа. В то же время, ясно, что делитель числа не превосходит модуля этого числа, не отрицательный делитель числа превосходит модуль этого числа. Значит, общий делитель чисел А и Б не больше, чем максимум модуля этих чисел. Ну, среди этого конечного множества не отрицательных целых чисел, конечно, есть наибольшие. Существование, да. Ну, а так как это наибольший элемент, он, конечно, один. Он единственный. Помним обсуждения, которые были связаны с отношениями порядка. В существовании единственность наименьшего общего кратного следует из того, что ясно, что если Д кратно А, то оно не меньше, чем Б. А если Д кратно Б, оно не меньше, чем Б. Значит, Д кратно Б в любом множестве натуральных чисел или не отрицательных целых чисел всегда есть наименьшее число. Ну, естественно, только одно. Мы видим, что таким образом на кольце целых чисел еще две операции есть. Операция вычисления наибольшего общего делителя. Эту операцию будем обозначать, как в школе НОД. И вычисление наименьшего общего кратного. Эту операцию будем обозначать НОК.